Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жаркие выходные за два дня в Алтайском крае потушили почти полтысячи пожаров. Показательный техосмотр. В регионе стартовала проверка техники перед пассивным сезоном. Сезон начинается с поля. Как на стадионе «Динамо» готовятся к первым домашним матчам? За два дня в Алтайском крае ликвидировали почти полтысячи пожаров. Большинство из них произошло из-за возгорания сухой травы и мусора. Это привело не только к уничтожению лесного фонда, но и образованию едкой застоявшейся дымки в регионе. Чем опасен дым для здоровья и когда жители края смогут вдохнуть полной грудью, узнавала Валентина Аскерова. Теплая сухая погода, сезон шашлыков, уборки на дачных участках. Все это приводит к массовым пожарам на Алтае, а иногда и человеческая глупость. За минувшие выходные спасатели ликвидировали 483 пожара. Из них лишь 50 в жилом секторе. Остальное возгорание сухой травы и мусора. Дополнительно для защиты населенных пунктов созданы временные пожарные посты, на которых несут дежурство расчеты пожарно-спасательных подразделений. Сотрудники МЧС России совместно с правоохранительными органами, представителями муниципалитетов проводят рейды, в том числе с использованием беспилотной авиации. Спасатели напоминают, что прошлогодняя трава загорается от малейшей искры и поджигать ее категорически нельзя. Мало того, что это опасно, так еще и грозит штрафом от двух до 150 тысяч рублей. Кстати, из-за неблагоприятной обстановки над Барнаулом повисла дымка. Масло в огонь подлили и другие регионы, которые сегодня также охвачены огнем. Это и Новосибирская область, это и Омская область, и с другой стороны, в Красноярском крае, отмечается очень много очагов возгораний. И вот эти дымовые шлейфы, они пришли к нам. У нас в воздухе практически по всему городу повышено содержание взвешенных веществ. То есть фактически во всех районах содержание взвешенных веществ превышает предельно допустимую концентрацию. Вся эта вредная концентрация приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Специалисты Алтайского гидромедцентра настоятельно рекомендуют до изменения сложившейся обстановки по дыму оставаться дома. Причем это касается не только тех людей, которые имеют проблемы с бронхолегочной системой, но и вполне здоровых людей. Так как дым может вызывать раздражение на коже, из-за него может появиться чувство жжения и перебоя с дыханием. В ближайшие сутки пройдет холодный фронт, говорят синоптики. Ветер усилится, пойдут дожди, которые потушат очаги возгорания. Соответственно, новых загрязняющих веществ не будет, а имеющиеся рассеются, после чего можно смело выходить на прогулки. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Проверка рулевого управления, исправности световых и звуковых сигналов и техническое состояние тракторов в целом. В Алтайском крае стартовал ежегодный осмотр техники перед пассивным сезоном. Сегодня показательный техосмотр провели на одном из сельхозпредприятий Алейского района. Об итогах проверки и дальнейших планах в сюжете Софии Яценко. На носу пассивная. И это показатель готовности и техники тоже. Вот только не все обращают на это внимание и могут игнорировать шумы машины. Поэтому каждую весну специалисты ГОС и Ростехнадзора тщательно проверяют самоходные машины. Левый поворот есть, правый поворот есть. Стоп. Стоп-сигнал исправен. Сейчас заводим трактор, проверяем исправность рулевого управления. Как правило, сельхозпроизводители ответственно подходят к состоянию своих машин. Однако случается всякое. Например, вот трактор на ходу с разбитым лобовым стеклом. Как выяснилось, заложник обстоятельств. Ну вот у нас трактор. Можно сразу сказать, что имеется неисправность в плане лобовое стекло разбито. Но в связи с событиями на Украине трактор выпуск Харьковского завода. Поэтому стекло, заказанное в Барнауле, будет доставлено в любом случае. К такой неисправности инспекторы отнеслись лояльно. Проявлять решительные меры сегодня не пришлось. Замечания незначительные. Стопроцентная готовность. Но это не потому, что показательный техосмотр. Просто здесь отношение к технике такое. Здесь можно каждый год проводить показательный техосмотр. И результат здесь практически один и тот же. Стопроцентный. Трактористы перед инспекторами не робеют. Рассказывают, техника в хорошем состоянии, серьезные проблемы устраняют сразу. Надо было поменять масло везде. А так слишком такого ремонта большого не было. Оно еще техника в хорошем состоянии. Начинал с советской. Нива, Енисей, Беларусь, ПТ-75. И пыли поели, и на солнце. Здесь и конденционер есть. И все условия для работы. Вся техника исправна. Все отрегулировано. Все готово. Сейчас сразу после техосмотра едем в поля. И начинается весенний сезон. Безопасность должна быть не только в самом тракторе, но и рядом засыпщики семян, погрузчики минеральных удобрений. Другие люди, случайно находящиеся около техники, должны находиться в безопасных условиях труда. Но и, во-первых, исправность техники – это не только самоцель. Это и оптимальные сроки проведения весенних пылевых работ. То есть это залог будущего урожая. В ближайшее время сотрудники планируют проверить порядка 19 тысяч единиц техники, которая задействована в посевной. Следующий техосмотр ждет комбайны. Их проверят летом перед сезоном сборки урожая. Дорога в Новоалтайске, на которую жаловались местные жители из-за ям, заинтересовала дорожные службы. Буквально на следующий день после нашего сюжета о решете вместо дорожного полотна жители района Вележановка увидели спецтехнику. Дорогу начали выравнивать. Счастью автомобилистов не было предела. Выравнивание – первый этап работ, сообщил нам глава Новоалтайска. Следом должна последовать укладка асфальта. Добавим, что сюжет о беспощадных для машин двух километрах в Вележановке мы снимали в начале апреля. Таким полотном было несколько лет. Автомобили ломались на глазах. Огромные ямы деформировали бампер. Вода из луж попадала в двигатель. Мы продолжим следить за преображением на Волтайской дороге. К условиям жизни относятся с юмором. Житель аварийного дома на Тимуровска, 50, говорит словами Михаила Евдокимова. На одном конце этажа я никого не трогаю, на другом – сосед. В двухэтажном доме жильцов практически не осталось. Все собственники давно получили деньги за жилье и съехали. Почему не уехал Петр Селькин? И как долго ему жить в аварийном доме, выясняла Татьяна Голубева. Ну, пока, наверное, не рухнет. Палатку брать, идти на улицу. Хорошо, у меня палатка есть. Юмор помогает выжить. Когда почти все владельцы квартир аварийного дома съехали, Петр в судах доказывал, что живет он здесь на законных основаниях. Правда, условия пригодными для жизни не назовешь. И если в комнате дыры в полу заделывал сам и обои переклеивал не единожды, это его личная территория, то каждый поход в общедомовую и уборную может обернуться трагедией. Пройдите, вот тут стойку ставить, или когда садишься, кастрюлю с собой надо выводить. Теперь на руках у Петра договор соц. найма и решение суда от 20 октября 2021 года, где прописана мэрия в течение двух месяцев должна предоставить Селькину другое жилье. Прошло почти полгода. С комитетом ЖКХ Барнаула в 2021 году дважды размещались конкурсные процедуры на приобретение жилого помещения для переселения жителя из аварийного дома. Электронные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявок ввиду конструктивных особенностей помещения, так как жилое помещение нанимателя небольшой площади 17,9 квадратных метров. И добавили, в феврале рабочая группа приняла решение увеличить минимальную площадь квартиры. С учетом этого очередную процедуру на приобретение помещения планируют в апреле, сообщили в комитете ЖКХ. А еще указали тот факт, что Селькин может снимать другое жилье и получать на него ежемесячные выплаты. Для того, чтобы получать эту компенсацию, нужно заключить с тем лицом, который сдает квартиру, договор. Многие люди сдают квартиры неофициально, не платят налоги, соответственно, им это не нужно. И договор они заключать, естественно, не будут. Есть второй вариант – помещение маневренного фонда, но они находятся в очень плохом состоянии. Юрист надеется, что Петру не придется жить в аварийном доме до следующего отопительного сезона. Ведь обслуживать дом, по сути, некому. Если в ближайшее время жилье не предоставят, жаловаться планируют в прокуратуру и другие контролирующие органы. А пока не упасть духом, пенсионеру, который здесь остался практически в одиночестве, помогает лишь чувство юмора. Живи да и радуйся, такой дом, да? Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле нанесут 57 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Об этом сообщают в городской администрации. В первую очередь ее обновят на центральных улицах города. Жители уже могли заметить свежую разметку на проспекте Ленина. Проспект Социалистический, проспект Красноармейский, проспект Ленина. Далее на аварийно-опасных участках города и местах концентрации дорожной разметки. А также вблизи детских образовательных учреждений. В том числе в районе школ, имеющих непосредственный выход на проезжую часть автомобильной дороги. В этом году благоприятная погода позволила начать сезон дорожно-строительных работ раньше, в середине апреля. Разметку наносят преимущественно ночью, чтобы не мешать движению. На асфальт наносят краску и термопластик. Около тысячи упаковок семян раздали волонтеры одиноким пенсионерам, представителям многодетных семей и другим нуждающимся в рамках социальной ярмарки, которая прошла в минувшие выходные. Проект «Добрый сад» реализует партия «Единая Россия». Его цель – оказать поддержку малообеспеченным людям. Морковь, петрушка, хорошие семена, горох, тыква, резис. Семена сейчас не очень дешевые, поэтому пригодятся нам для нашей дачи. Житяница Барнаула Лариса Левер уже присматривает, где на своем приусадебном участке сеять будущие овощи. Семена получила в подарок на социальной ярмарке. В эти выходные площадки были организованы в поселке Новосиликатный, в Лебяжем и напротив ТЦ «Россия». Мы здесь рядышком живем и, соответственно, что приходим на эту ярмарку. Ну и поучаствовала с удовольствием в этой акции. То есть, посмотрю, какие там семена и буду садить, выращивать, культурить. Палатки с логотипом «Единой России» на ярмарке пользовались популярностью, впрочем, как и неделю назад. Тогда в рамках акции «Добрый сад» волонтеры лишь в индустриальном районе раздали больше тысячи упаковок семян. Конечно же, это очень хорошее подспорье. Люди, которые занимаются садоводством, огородничеством, семена для них сейчас самое главное. И поэтому эта акция, я думаю, очень уместная и очень полезная. Кстати, с учетом нынешней стоимости продуктов, подарок не просто приятный. Тратиться на овощи для борща всем, кто получил семена, теперь не придется. Татьяна Голубева, День с толком. Трезвая голова и безудержная любовь к небу. Без этих двух качеств добиться успеха в парапланиризме невозможно, говорят первопроходцы этого вида спорта на Алтае. Наша съемочная группа побывала у подной же горы Толстуха, где любители сверхлегкой авиации парят в небе и готовятся к межрегиональным соревнованиям. История начиналась с дельтапланов. Дельтапланы, дельталеты и, наконец, в 80-х годах 20-го столетия появились парапланы. За основу был взят спортивный парашют. С него и начали стартовать россияне-французы. Последние в дальнейшем стали выпускать более приспособленные крылья. И вуаля! Аналог современного аппарата. Неограниченная свобода, так скажем. Маленький адреналин, практически эйфория какая-то. В Алтайском крае парапланерный спорт, рассказывает тренер Владимир Митин, появился благодаря японцам. Прошли совместные полеты. Они достали параплан, полетели. На нем сразу было написано «СССР, Япония, дружба». Прямо на куполе. Мы так были удивлены. И уезжая, эти японцы подарили нам этот параплан. Сейчас Смоленский район – центр притяжения профессиональных алтайских парапланеристов. Максим Огнев тренируется, восстанавливает после зимы навыки полета. На СУ крупные соревнования по сверхлегкой авиации. Нужно, чтобы все было четко, без неожиданностей. А их за шестилетнюю карьеру было немало. Складывало крыло. Адреналина маленько было, но оно расправилось, и все хорошо было. Впрочем, полеты – самая любимая часть занятий этим видом спорта. Парапланеризм развивался и развивается на чистом энтузиазме. Раньше у нас были детские, штатные детские клубы по линии комитета по образованию. Только в Барнауле только три детских клуба было. Здесь в Солоновке детский клуб был. Потом все это прекратилось финансирование. Сегодня в Сибири нет ни одного детского клуба, но спортсмены растут и добиваются высот, говорит Владимир Митин. Не так давно первая в истории Алтайского края парапланеристка Дарья Краснова завоевала Кубок мира. Летать она начала с 11 лет, а по новым правилам учиться управлять парапланом можно лишь с 14 вместо 9. Повторится ли такой спортивный успех? И тем не менее, Владимир Митин прививает свою любовь к небу и другим. Тренер воспитал уже немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Вместе они сделали для себя лагерь у подножия горы Толстуха. Мусор все, хлам был. Мы это несколько лет в субботнике спортсменами устраивали. Берег очень загаженный был, вычищали все. Построил кемпинг. Ну, впоследствии дорогу одну, а потом вторую. Вот спортсмены скинулись. Впереди у спортсменов крупные межрегиональные соревнования. Международных сейчас, к сожалению, нет. Но уверены парапланеристы, это не повод не летать. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе «Динамо Барнаул» сыграет первую после зимы домашнюю игру с командой «Урал-2» из Екатеринбурга. Подготовку к матчу сейчас ведут не только сами спортсмены, но и стадион. Снег сошел, и поле приводят в порядок. Какие тонкости содержания оказалось бы обычного зеленого газона? И почему первая игра в 2022 году уже наверняка пройдет для голкиперов сложнее? Об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Затишье перед бурей. Стадион «Динамо» пока безмолвен, но скоро здесь будет громко. Сезон продолжается. Правда, не с игры, а с поля. И первый этап его выравнивания. Ямы от подкатов игроков засыпали землей. Затем каток все утрамбовал. Следующий этап – аэрация. Это прокол поля. Прокалывали поле. Для того, чтобы оно дышало поле, для того, чтобы лучше удобрения фосфатно-азотные туда сыпали. После фосфатно-азотных удобрений, после 10 дней, как они только растворились в ныдре, подсыпали семена. И семена-то непростые. Специальные для футбольных полей. С их помощью трава растет гуще и быстрее. И вытаптывать ее сложнее. Идеальная высота газона на футбольном стадионе «Динамо» – это 24 сантиметра. Но если не придерживаться этому правилу, то при ударе или при передаче футболисты будут бутсами касаться газона. А это уже повлияет на итоговый результат. Передача не дойдет просто до партнера. И чтобы газон был хороший, поле ежедневно поливают водой, как, собственно говоря, и нас сейчас, но мы продолжаем работать. Кстати, самая проблемная точка на футбольном поле – зона вратарей. Уж очень голкиперы активные на линии ворот. Там большой объем, но не успевают, чтобы травка вырасти. Уже 21-го игра, там следующая 24-го. Все, вот это самое больное место. А это значит, что в первую игру вратарям будет непросто. Голкиперы могут проскальзывать, ведь стоять они будут почти что на мокрой земле. Первый матч уже в этот четверг против Свердловского «Урала-2». Барнаульская «Динамо» сейчас на 12-м месте из 15-ти. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком. День с толком. День с толком. Продолжение следует...